все потихонечку мы с вами начинаем люди кто у нас будут подходить тогда так добрый день ребят еще раз значит я вам у кого есть желание у кого есть желание взять ли литературу можете взять это мы мы для вас ее приготовили у нас есть еще комплекты правил игры у кого нет по окончании совещания подойдите ко мне происходят совещания на которых вносятся изменения в правила игры вот в начале марта этого года на ежегодном собрании были внесены ряд изменений правила они у вас есть я вам раздал я немножко на них остановлюсь более подробно первое в правилах была уточнена игра рукой игра рукой не преднамеренная игру теперь будет наказываться если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент имеется ввиду что человек человек бежит у него нет у него нет движения рукой до умышленно попадает в руку да не мяч ворота залетает это до сегодняшнего дня слов не наказывалось да вот и в этом сезоне мы на этом остановимся а на следующий сезон уже с июля года почему изменения выносится потому что чемпионаты европейских стран они новые начинаются в июле месяце да и сейчас продолжается сезон еще минувшего года а с июля уже будет но будут новые национальные чемпионаты соответственно уефа и фишка они вносит изменения но это не далее игру которого меняешь должен отправиться за ближайшую к нему линию аута они идти через все поле к скамейке запасных то есть происходит за замену и для того чтобы ускорить процесс замены будет разрешено игроку который покидает поле которого меняю покинуть поле либо за линию ворот ближайшую к тому месту где он находится либо за боковую линию уточнены правила наказания желтыми и красными карточками представителей команд за неспортивное поведение имеется ввиду что до сегодняшнего времени желтые и красные карточки тренером представителям медицинским работникам массажистом и тем кто находились официальные лица которые внесены в протокол на скамейки для официальных лиц не показывать снова сезон они уже будут показываться и люди которые в протоколе находятся они будут наказываться желтыми и красными карточками также как и футболисты далее отменено правило согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадь при ударе от ворот либо при розыгрыше штрафного свободного прежде чем его коснется другой игрок команды 5 одобрены изменения касающиеся активного участия игроков атакующей команда в построении стенки то есть вы устанавливаете стенку а игроки команды атакующей пытаются стенку встать происходит какой-то как какой-то контакт далее обороняющимся игрокам не нравится что игроки атакующей команды встают в стенку и происходят какие-то конфликты конфронтации и так далее теперь этим игрокам атакующей команды имеется ввиду будет запрещено это делать футболисты команды исполняющий штрафной удар будут должны находиться как минимум на расстоянии одного метра от стенки которую выстраивает защищающаяся страна то есть команда которая обороняется выстраивать стенку а команда которая атакует могут вставать в метре перед стенкой обороняющихся шестое при исполнении одиннадцатиметрового штрафного удара голкипером будет достаточно стоять только одной ногой на линии ворот то есть одной ногой касается линии ворот это уже не будет нарушения и в некоторых ситуациях после попадания мяча в арбитра будет назначаться спорный мяч есть спор спорные ситуации да сегодня посмотреть много дискуссий идет о системе варх но это не панацея например я против этой системы почему потому что там такие же люди сидят такие же арбитры принимают решение сегодня посмотрите чемпионат кхл сколько было засчитано либо отменено шайб и принято неправильных решений неправильных решений и уже по системе вар есть проблема да прецедент в чемпионате испании италии англии принимают решение потом смотрит комиссия конечно нет арбитром дано право в промежутке долей секунд принять решение да может она и неправильно может ошибочно но он принял это решение на это необходимо мужество им да и возникают ситуации сегодня уже арбитров обвешали всем да это они уже как как люди с другой планеты у них и здесь и здесь они все и здесь они все окутаны электроникой ошибки есть так оказывается дело дело то не в этом квалификации квалификации арбитра так же как футболиста тренера это дорогого стоит и необходимо набивать вот эти шишки ошибки через ошибки человек приходит к какому-то правильному решению квалификации в высоком но это тяжелый труд подготовить классного арбитра это также слой сложно как классного футболиста классно 3 ежегодно мы мы проводим семинары по правилам игры сейчас мы не получили пока еще материал по видео по видео фрагмент если у кого-то из вас есть желание провести семинар с ребятами вы звоните нам нужна аудитория кабинет аппаратура у нас своя видеопроектора просто не вот этот белый есть компьютер все мы привезем материалы вам с вас вашей команды проведем семинар по правилам игры чтобы люди знали за за что наказывают желтый за что красный за что есть штрафной нет штрафного есть вне игры нет вне игры есть пенальти нет пенальти и так далее это все мы вам расскажем команда опасная да я еще не назвал вам состав групп просто информативно я вам для того чтобы вы знали мы сейчас повесим информацию первая группа это строитель купреева вне из же владимир футбольный клуб муром м сейчас они решают пока под вопросом если если они уйдут из каждой группы то у нас в первую группу уйдет команда с шор город владимир грань был госпитальный труд сотника 5 октябрь струнина ютикс камешкова луч атлеты вязники квардеец ковров вальгарь гургинский пищевик навлянка и эвис иванищ это первая группа команды чемпионат вторая группа авангард муром зит ковров с шор владимир ополе юрьев пульский рекорд фаэтон александров рубин балакирева невской лоша динамо петушки металлург кальчугина футбольный клуб вяткино судоводский район фк меленки эверест мизиновский это вторая группа и третья группа у нас значит зоны юг динамо м петушки разка поселок и анопина олимп красная горбатка колос селивановский район добрыня владимир лакинск город лакинск и горняк горняк поселок андрей это команда зоны юг север энергетик город владимир изумруд карабанова киржач тв киржач фк усат городище темп кастерева ника покров и фк киржач 2 команды киржач вот пока как бы мы обозначаем также мы планируем открыть сезон 11 мая кубком открытия здесь на малой спортивной арене в котором будут участвовать строитель купеева и в неизы же город владимир победитель прошлогоднего чемпионата и серебряный призер традиционно мы этим матчем отрываем сезон и по окончании сезона мы проводим уже кубок сезона в котором участвует победитель чемпионата и победитель кубка владимирское отрасли если команда выигрывает и чемпионат и кубок то естественно финалист кубка участвует в этом матче нет соревнования кто будет участвовать за кубок владимирской области имейте виду что в обязательном порядке участвуют все команды чемпионата с команды с команды с Первые группы, отказавшиеся от участия в Кубке Владимирской области, вне зависимости от стадии турнира, по итогам выступления в чемпионате снимаются три очка. Но, вы имейте в виду, что если кто-то будет участвовать в команды Перинстер и не поедет на ответную игру, вы тоже под это попадете. Поэтому, если вы заявляетесь на Кубок, даже несмотря на то, что первый матч вы проигрываете дома, 5-0 или 6-1, говорить о том, что вы не поедете на ответную игру, не надо. Иначе вы получите минус три очка. В матчах на Кубок, в случае ничейного исхода, в основное время, по итогам двух игр, имеется в виду, вы на выезде проиграли 0-1, а дома 1-0 выиграли. Для дополнительного времени вы пробиваете сразу серию 11-метровых ударов, серия дополнительного времени будет только у нас в финальном матче, и в случае ничейном будет назначена серия 11-метровых штрафных ударов. Начало матча чемпионата Перинстер в 16 часов, это май, июнь, июль, август, в 15 часов сентябрь, в 14 октябрь. К примеру, команда Мизиновский, да, Эверест, они играют в 15 часов, поэтому имейте в виду, кто с ними встречается, они играют в 15 часов. По календарю мы планируем начать соревнование, значит, начать соревнование, 11-го мы открываем сезон матчем Кубка Открытия. Первая группа у нас стартует 18-го мая, вторая, соответственно, 18-го, 19-го, я имею в виду, кто кто-то в субботу, кто-то в воскресенье, и третья группа в 25-м, не в 25-м, а в 26-м. По воскресенью третья? Да.